Привет, друзья! Я вот сейчас попробую нарисовать модель работы мозга, которую я очень давно, несколько лет назад, рисовал на большой доске. Я был тогда в Минске, и я тогда был уже, как говорится, не в той форме. Я такой был толстенький, сейчас такой худенький. Ну, годы летят. Я тогда рисовал её, и она есть у меня в описании на сайте Стрессу, там, где о методе ключ, там можно открыть, посмотреть новые модели работы мозга. О том, что две половины мозга, вот, между собой общаются, у них есть временные связи, а есть связи постоянные, которые никогда не меняются, потому что это гомеостаз. Вот эти постоянные связи, вот сердечко нарисуем, тут лёгкие, там желудочек, там всё остальное. А вот эти связи, они меняются в зависимости от состояния человека. Это временные связи, а это более стабильные, это физиология. А это мы сейчас распишем, как меняются вот эти связи. Они меняются в четырёх агрегатных состояниях работы мозга в своей связи. Например, одно из агрегатных состояний – это обычное бодрствование, в котором мы сейчас с вами находимся. И здесь, на другом языке говорить, будет много конкурирующих доминантов. Они между собой конкурируют, взаимодействуют. Да, и поэтому, поскольку в этом состоянии бодрствования много конкурирующих доминантов, ни одна из них не может быть определяющей для вашего поведения и никак не влияет на организм. О чём бы вы ни думали, об одном, о другом, о третьем, вы можете выбирать решение, обдумывать что-то. А при этом организм работает на автомате, ничего там не меняется за счёт конкуренции доминантов. И за счёт этой же конкуренции доминантов, вы можете думать то об одном, то о другом. А вот другое состояние работы мозга, когда одна доминанта, это будет состояние уже не бодрствования, а состояние транса. Вот транс – это всегда, каждый следующий момент, одна доминанта. Это монодоминантная организация психической деятельности. Что это означает? Это означает, что нет возможности выбора решений, и она влияет на организм. Влияет на организм, потому что нет конкурирующих доминантов, которые бы забирали и на себя энергию мозга. И поэтому получается, что вся энергия мозга её питает. Ну, например, в обычном состоянии вы думали об одном, о втором, о третьем, потом подумали о собаке, потом представили себе, что собака за вами побежала, и все остальные доминанты выключились, и вы как бы зафиксировались на этом, что за вами бежит собака, у вас возникла одна доминанта вместо множества. Вы перешли в транс. Вот теперь она уже влияет на вас. Уже у вас и мыслей других нету, и думать ни о чём не можете, и поэтому тут всё подчиняется этой доминанте, и вы уже можете перепрыгнуть высокий забор без всякой тренировки, потому что в этот момент вы уже не можете сомневаться, иначе вы споткнётесь, или иначе вам собака штаны оборвёт. И вы поэтому, благодаря тому, что вы в трансе, то есть в одной доминанте, вы можете перепрыгнуть в высокий забор. Но наша задача заключается в том, чтобы вы научились перепрыгивать в высокий забор и всякие барьеры психологические без злой собаки. То есть из бодрствования, если вы приняли решение, отключили все конкурирующие доминанты, и прямо по цели. Таким образом. Теперь есть ещё следующее состояние, третье. Это сон. Сон. И сон со сновидениями. Сон со сновидениями. Но мы их сейчас в данной теме рассматривать не будем, просто я ещё раз повторю, что у нас есть четыре агрегатных состояния работы мозга. Бодрствование, когда много доминантов. Транс, когда одна доминанта. Мы сейчас не говорим о содержании транса. Злая собака побежала. Или вы влюбились, и ничего больше не слышите, думаете только о ней, и всё окрашивается божественным светом. Или утрата какая-то, трагедия. Только одна доминанта. Вы ни о чём думать не можете, вы только погружены в эту трагедию и так далее. Ну вот сейчас я вам скажу, что есть переход между бодрствованием как состоянием, трансом как состоянием, сном и сном со сновидениями, между четырьмя агрегатными состояниями, есть переходное состояние, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля. Это нулевое состояние. Нулевое состояние – это удивительное состояние. Из него и туда, и туда, и туда. Вот вы когда переходите в сон, вы его проходите. И когда вы из обычного состояния бодрствования, из этого агрегатного состояния переходите в транс, вы его тоже проходите. То есть по существу ноль – это узел, это узловая станция, через которую можно и туда, и сюда, и туда, и сюда переходить. И может так работает. Такая сложнейшая система мозга работает как простая коробка передачи автомобиля через нейтральное положение. Но не будь там нейтрального положения, вообще скорости невозможно было бы переводить. То же самое и мозг. Так вот, смотрите, что интересно. Вот это нейтральное положение, нейтральное состояние, ну там же быстро переключение происходит мозге. А если задержать во времени, это получится, например, вот это нулевое состояние, это получится нирвана. Да, нирвана. Или получится великое ничто, или получится психическая релаксация, или получится безмятежность, или получится молитвенная благодать. Да, вот это нейтральное состояние. Это тут сознание свободно от шаблонов, стереотипов, от страха свободно, и от авторитетов. Ну, здесь пусто. Это такое состояние бывает между сном и бодрствованием, я сказал, или между бодрствованием и трансом. Но между сном и бодрствованием, например, вы проснулись, мысли текут, как облака, а ничего внутри не трогают. А вдруг вспомнили, что у вас сегодня встреча важна, и включились. Это уже бодрствование. Таким образом. А ноль, это удивительное состояние. Тот, кто владеет нулем, овладевает собой, овладевает жизнью, овладевает судьбой. Почему? Я эту модель вообще-то использовал при том, как выводил потерпевших от теракта в Беслане, в Каспийске, в Кизляре. Я эту модель работы мозга использовал при подготовке испытателей международной космической программы Марс-500, и при подготовке военного персонала, который входил в атомоход Курск. Я ее использовал при подготовке спортсменов на Олимпийские игры. То есть я ее использовал в разных ситуациях жизни. Она подтверждена практикой. Это не просто теория. Она подтверждена практикой. И в ней обобщенная модель моих практических результатов. То есть с ее помощью можно их легче понять и легче объяснить. Например, человек находится в очень высоком состоянии стресса. Например, у него мысли, у него шторм, у него суета мысли, он не может сосредоточиться, на разрыв как-то работает, у него угнетенное состояние. Но стресс высокий. Он применил синхронизирующие действия, соответствующие текущему состоянию, из которых потом родились приемы ключа. У него снялось напряжение, он вышел на ноль, на безмятежность. Вот у него несколько минут назад был шторм в голове, такое состояние, когда он ничего не слышит, не видится, сосредоточиться не может. Потом он снял напряжение, и у него безмятежность. И вот оказывается скорость перехода от шторма к нулю дает взрывной эффект раскрепощения. И там включаются гормоны организма, оно в данном случае, гормоноподобные вещества, всевозможные эндорфиноподобные вещества, которые окрашивают этот ноль нервоническим приятным ощущением. Вот этот контраст быстрого перехода от большого напряжения к релаксации психической, и такое ощущение, ну, кайф, такое ощущение миротворное, безвремение такое приятное. Ну, и в религиях часто это бывает, как там называется, это молитвенная благодать, когда вы молитесь, молитесь, молитесь. Это повторяемое действие приводит вас к тому, что снимается напряжение, и при этом вы выходите на это состояние безмятежности, и встречи как бы с безвремением, с безбрежностью, с бесконечностью, что вот это интуитивное называется ощущением Бог. Но это Тесла мог назвать абсолют, например. Почему? Потому что в этом нулевом состоянии страха нету, отключаются шаблоны, стереотипы и авторитеты все. И если вы примете решение здесь, примете решение, когда много доминантов, в обычном бодрствовании, что будете изобретать, между сном и бодрствованием, выходя в это состояние, озабоченный поиском ответа на какой-то вопрос, то там снимаются вот эти вот штампы, шаблоны снимаются, и страх снимается, и в этой бесконечности вы можете открыть что-то новое. То есть вы там можете черпать информацию, черпать энергию, которая в обычном состоянии, она у вас заблокирована. Ну, это очень интересная вещь, потому что отсюда можно и озарение по заказу получать. Но самое интересное, чтобы выйти на ноль, в разных, не только религиях, но и в разных сектах применяют разные вещи, например, секта трясунов. Они трясутся, 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 средства у них снимаются, за счет синхронизации действия, соответственно, текущему состоянию. Возникает отсутствие конфликта внутреннего между душой и телом, выходят на это свободное состояние сознания. Но в секте-то приписывают этот эффект руководителю секты, полагают, что это он у них вызывает. А он этим пользуется, манипулирует ими. И они становятся сектантами, и все потом тащат ему из дома. Сколько трагедий из-за этого происходило в свое время. Ну, и сейчас, может быть, происходит. Дело в том, что точно так же можно вот это состояние использовать самостоятельно, то есть без всякого или религиозного посвящения, или не быть адептом секты, а просто быть обычным человеком, даже атеистом, который просто научился, и без всякого руководителя потрясся, вот так потрясся, и вышел на это нулевое состояние, вот этой безмятежности. А если он при этом будет еще производить какую-то речевку для себя, подобранную, например, «Я здоровый, я здоровый», вот он вышел на нот, там же бесконечность, безвремение, нет барьеров вот этих, нет страха, комплексов, нет сомнений. И вот он речевку производит. «Я здоровый, я здоровый, я здоровый», так это доступ к подсознанию. Это же нуль, там же пусто. И вот он говорит, трясется, например, и говорит «Я здоровый, я здоровый, я здоровый». И потом это так залипает, что он потом, чем бы он ни занимался, он чувствует, что его организм все время накапливает силы. Ну, на этом были построены методики Сытина, например, который говорил, такие гимновые вещи себе создавал, с другими делился, советовал. Но он предлагал, а на самом деле человеку надо самому себе создать, он предлагал какие-то «Я здоров, у меня кровь свежая такая, я омолаживаюсь, у меня там то, сё, я здоровый, я думаю только о том, как мне хорошо». Ну, у него какие-то гимновые были у Сытина. Ну, он гениальный, конечно, человек, но надо было ему догадаться и сказать людям, чтобы они сами себя создавали. Каждый человек может себя создавать. Потом, если у человека высокое напряжение, он трясется. А если у него невысокое напряжение, ему и не нужно для того, чтобы снять напряжение лишнее, выйти на ноль и задавать себе что-то, например, для здоровья, или для того, чтобы лучше рисовать, или для того, чтобы изобретать, делать озарение по заказу. Ну, там же тоже, когда ты хочешь озарения, там же надо тоже убрать сомнения, страхи, стереотипы, авторитеты, тоже убрать надо, правильно? И выйти на это, вот, бесконечность. Это когда ты, думая о конкретном, в ритме мышления о вечном, у тебя получается, ну, поэзия, у тебя получается искусство, у тебя получается озарение по заказу. Это очень всё интересно и важно. Но в следующий раз я вам-то расскажу ещё эту модель работы мозга, чтобы было ещё понятнее. И вы напишите мне там в комментах вопросы, что пока не ясно. Но я вам хочу сказать, что эта модель работы мозга у меня создалась не только на обобщении и анализе моих работ практического характера, где, как я врач и психолог, и философ работал по поведению людей после терактов из тяжёлого шокового стресса, где они не слышали психологов. Потому что у них, ну, например, человек после взрыва там находится в ситуации, когда ему психолог говорит, а ты расслабься, подумай о хорошем, он глаза закрывает, а у него взрыв перед глазами. Ну, у него доминанта такая. Ну, как быть? Ну, я тогда мог выводить и учил потом психологов. Я просто человеку искал не слова, какие надо делать, не подбирал слова, а я ему предложил делать то, что ему организм подсказывает. То есть действия синхронные с его состоянием. Например, его трясёт, я говорю, трясись. И он трясётся. Да, и у него снимается напряжение. Он начинает слышать всё. Он начинает уже слышать и понимать. И, пожалуйста, психологи, налетай, работай. Да, ну, это очень интересно. Ну, я ещё потом вам расскажу. Вы там пока напишите свои вопросы. Это я создал модель работы мозга. Она новая, в принципе. Она где-то когда-то и в Упанишадах, и в Ригведах, в Рамаяне. Она где-то есть, там, в древнеиндийской философии. Но она там зарыта. И так чётко не сказано. Четыре агрегатных состояния работы мозга со своими отношениями между доминантами в каждой своей связи между взаимодействием, в принципе взаимодействия между доминантами. И нулевое состояние между ними, где вообще доминант нет. И что это позволяет нам сделать так, чтобы то, что я думаю, могло влиять на тело, и сделать так, чтобы проблемы тела не влияли на моё состояние и выбор решения. Ну, то есть, по-много, много возможностей оттуда выходит. То есть, там где-то когда-то было, потому что все истины, которые мы создаём, в принципе, давно созданы. Они витают в умах людей. Но мне удалось это осознать и сформулировать в более доступном сегодня современном виде, доступном для большинства людей. Потому что я одновременно сказал уже и врач, и психолог, и философ, и художник, и готовил спортсменов. То есть, много-много-много различных видов деятельности у меня. А в науке так понятно, что на стыке разных дисциплин создаётся открытие. Это так происходит. Ну, напишите. Моими, как говорится, не непосредственными, а неявными учителями в этой модели работы мозга были до меня стоящие и Узнадзе, теорию установки, академик, да, и Павлов Иван Петрович, и великий Ухтамский академик. Ну, конечно, конечно. Ну, и, конечно, создавший теорию функциональных систем, академик. Ну, вы сами напишите, кто. Ну, выдающийся академик, кто. Ну, напишите, да, друзья. И двинемся дальше. Это я всё готовлю вас к тому, чтобы потом показать, как нами могут манипулировать. Потому что, если это кто-то делает с человеком, тогда он может ему заложить и речёвку эту заложить, и сугествию провести, рекламы какой-то. А если делает сам человек по методу ключ, подбирая эти действия синхронные соответственно текущему состоянию, то он сам себе может регулировать. Ну, до встречи.